Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание», программа о спорте, спортсменах и личных достижениях. Шайба в воротах. Подведены итоги на призы клуба «Золотая шайба». Девушки не только в джазе, но еще и в борьбе. В Рязани прошло первенство ЦФО. Вредна котлета для атлета, и только бег спасает вес. В Рязани стартовали открытые соревнования по легкой атлетике. С 14 по 16 февраля в спортивном комплексе «Буревестник» состоялось первенство Центрального федерального округа по женской борьбе среди девушек. Домашний ковер помог нашим рязанским девушкам показать отменный результат. В копилке рязанской сборной команды 8 медалей. 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Женская борьба вольного стиля – это довольно молодой вид спорта. Первый чемпионат мира прошел в 1987 году в Норвегии. В нем приняли участие 47 спортсменок из 9 стран. Сильный импульс для развития женская борьба получила после включения ее в программу летних олимпийских игр в 2004 году, став таким образом третьим женским олимпийским единоборством после дзюдо и тэквондо. В Рязанской области женская борьба начала активно развиваться после Олимпиады в Афинах, когда была организована профильная федерация. Мы возглавили федерацию спортивной борьбы 4 года назад. Занимаемся развитием и рекламой, продвижением женской борьбы уже 3 года. Открыты дополнительные секции, и сейчас стали наборы наших регионов, как Клепики, Александра Невского, Денежникова и, естественно, в Рязани. Набор девочек, естественно, меньше, начала только популяризация, поэтому на первом году вообще было 10, сейчас мы проводим Перест-Области. У нас где-то на Перест-Области участвует 50 человек, то есть это достаточно большое достижение для того, чтобы видеть какой-то результат. История женской борьбы напрямую связана с двумя видами спортивных единоборств – вольной борьбой и греко-римской, то есть классической. Однако опытным путем выяснилось, что греко-римская борьба для женщин вполне подходит, ведь этот древний вид единоборства требует очень большой силы торса. Все захваты и броски соперника здесь производятся только руками. В силу физиологии эффективно проводить приемы борьбы греко-римского стиля у женщин не получается. В вольной же борьбе разрешается выполнять подножки, подсечки и захваты за ноги, а в портере допускается переворачивать соперника на спину, используя для этого любые захваты, обхваты и действия руками и ногами. Поскольку греко-римская борьба требует большой силы торса, поэтому она не получила широкого распространения у женщин. Физиологически, да, девушка в женской борьбе, все равно мы отличаемся по силе, если мужские приемы где-то можно включить в физическую подготовку силу, то в женской борьбе больше гибкость, где-то эмоциональный фактор, поэтому в этом направлении надо работать. Не нужно залазить под соперника, где вот вы видели, что возится и не может оттуда выбраться, зачем туда-то залазить. Поэтому и нужно строить борьбу, приемы на том, что через колено, а не на коленях, и вообще другие приемы. Мнения о женской борьбе до сих пор неоднозначны. Многие специалисты считают, что этот вид спорта весьма травмоопасен. Еще одним препятствием является общественное мнение, ведь, как думают многие люди, борьба – это отнюдь не женское дело. Впрочем, сами спортсменки с этим не согласны. Что тебя привлекло в женскую борьбу? Потому что считается, что это такой жесткий вид спорта. Ну, я припробовала много спорта, там танцы, но это было все не мое, и пришла вот на борьбу. Меня девочка приняла, и мы начали заниматься борьбой с ней вместе. Что особенного нравится тебе в борьбе? Броски, вот это все такое, ведь так красиво. Сколько лет уже занимаешься? Три года. Какие результаты за это время смогла добиться? На последних соревнованиях я заняла первое место и стала кандидат в мастер спорта. А где соревнования были? В Москве. Ну, вот скажи, вот многие просто говорят, что женщины, как бы, ну, такие женственные должны быть, а тут вот борьба все-таки, броски, захваты, вот что, как бы, вот почему тебя привлекает женская борьба? Ну, потому что остальное было не мое, я и на танцы пробовала ходить даже. И остальное было не мое. Мне хотелось что-то более мужское. Я хотела, сначала я занималась футболом, но я не успевала заниматься танцами и футболом. А так как борьба и танцы были в одном, как сказать, здании, то я успевала ходить. Я первый год ходила и туда, и туда успевала. Потом получила на танцах диплом и перешла полностью на борьбу. Сильным испытанием для всех видов спортивной борьбы выдался прошлый год, когда чиновники из Международного Олимпийского комитета, неожиданно для многих любителей спорта, решили исключить борьбу из программы Олимпиады. Основной причиной тогда называлась незрелищность единоборств. Как незрелищность? Для кого? Конечно, если человек не понимает борьбы, они незрелищны. Надо пару раз ходить в спортзал, какие-то соревнования просто смотреть. В мое мнение, я так думаю, если почестно сознаться, вот большинство золота и по вольной борьбе. Вот сборная России всегда, у нас было 10 медалов сразу золотые, вы понимаете, да? Большинство здесь больше тренируется борьбой, чем там, я так думаю. Просто как-то 10 медалов сразу с одной Олимпиады или 7 медалов забрать, это же не просто так. У нас все любят по вольной борьбе, и по-карикамински тоже как-то там все тянутся, все дети тренируются. Я думаю, с Олимпиады снимать эту игру, это было нечестно. По итогам минувшего первенства Центрального федерального округа, рязанские девушки завоевали 8 медалей. В Рязани подвели итоги зональных соревнований юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба». С 11 по 16 марта во Дворце спорта Олимпийский в Рязани проходили игры зональных всероссийских соревнований юных хоккеистов 2001-2002 годов рождения на призы клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. В соревнованиях приняли участие команды из Брянской, Московской, Ростовской, Рязанской, Калужской областей, Краснодарского края, Республики Северная Осетия, Алания. По итогам соревнований победу одержала команда Московской области, второе место заняли рязанские хоккеисты, третье место – представители Краснодарского края. Команды Московской и Рязанской областей примут участие в финальных всероссийских соревнованиях юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба», которые пройдут в городе Дмитров Московской области ориентировочно в июне 2014 года. Пожелаем удачи нашим хоккеистам! На неделю в Рязань приехали участники прошедших в Сочи 22-х зимних олимпийских игр лыжники – бронзовый призер Илья Черноусов и Наталья Матвеева. Около часа они общались со спортивной общественностью областного центра, причем отвечали не только на вопросы спортивного, но и личного характера. На встречу со спортсменами-олимпийцами пришли юные рязанские лыжники, школьники, студенты, а также ветераны спорта. Далее Илья Черноусов рассказал, что весьма доволен своим выступлением на Олимпиаде. Несмотря на неудачное начало соревнований, в своей последней гонке он выложился полностью и все-таки сумел завоевать бронзовую награду. Я думаю, мне особо объяснять не нужно. Олимпийская медаль – это всегда высокое достижение. Это очень многое значит в жизни любого спортсмена и также и для меня. Но так как это только бронза, то, естественно, есть и к чему стремиться. И с точки зрения того, что у меня есть медаль, я очень рад. С точки зрения спортсмена я не совсем этим удовлетворен. Я знал, что у меня были возможности и шансы бороться за большее. Олимпийцы поблагодарили своих болельщиков за поддержку и заверили, что они постараются и далее достойно выступать и представлять Рязанский край на соревнованиях. А вот на этих Олимпийских играх ты старался как раз готовиться именно к марафонской гонке или старался все-таки на других выступить удачно? Естественно, на других тоже. В первую очередь я старался быть в лучшей форме именно во время Олимпиады. И если я нахожусь в хорошей форме, я знаю, что я могу соревноваться на любой дистанции, на любой дисциплине. Это совершенно неважно, марафон или спринт или обычная индивидуальная гонка. Поэтому я старался выжить на максимум из тех гонок, на которых я участвовал. После более чем часа общения рязанские ребята еще долго не отпускали спортсменов-олимпийцев. Все хотели сделать памятные фотографии и получить автографы от именитых лыжников. Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать еще быстрее, говорила Алиса, попав в зазеркале. А вот куда попали, незачем бежали герои следующего сюжета, узнаем прямо сейчас. И не только бежали. Вот уже второй год подряд в Манеже юность проводится соревнование по легкой атлетике, посвященное памяти Павла Чехова, который сыграл огромную роль в спортивной жизни Рязани и области, и как спортсмен, и как тренер, и как руководитель детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике. Собственно, при непосредственном активном участии Чехова в 1977 году был построен и введен в эксплуатацию «Спортивный Манеж юность». За прошедшие годы Манеж воспитал целую плеяду молодых спортсменов, чьи заслуги известны далеко за пределами Рязани. Эти соревнования знаменательны еще тем, что данный Манеж воспитал не только призеров чемпионата мира и Европы, также в нашем Манеже тренируется сурдо-олимпийский чемпион Сергей Тимонин. Поэтому эти соревнования, ну и также главный тем, что здесь тренируются и выступают спортсмены высокого уровня. В этом году Манеж принимал участников из разных городов России. На соревнования приехало более 200 спортсменов из Подмосковья, Липецка, городов Рязанской области. Два дня девушки и юноши 1999-2000 годов рождения защищали честь своих городов, прыгая в длину и высоту, бегая на короткие и средние дистанции, соревнуясь в толкании ядра. Бегаю 60 метров, иногда даже прыгаю. Сегодня же бегал? Да, вот буквально только что в 12-м забеге. Для меня пробежал не очень хорошо, но надеюсь на хотя бы выход в финал. Сегодня здесь что делаешь? Я сегодня в высоту прыгал. Какие планы? Насчет будущего, ну как-то пока не задумываюсь. А какой твой максимальный результат в высоту? Метр сорок пять. Давно легкой атлетикой занимаешься? Три с половиной года. А сегодня здесь прыгаешь, бегаешь, что делаешь? Прыгаю и бегаю. 400, 200 и в длину. Я прыгнул 4 метра 73 сантиметра. Вот такие они, возможно, будущие чемпионы. Но даже если и нет, то наверняка всегда будут благодарить легкую атлетику как минимум за хорошую фигуру и крепкое здоровье. Ведь польза этого вида спорта очевидна. В процессе тренировок развиваются все группы мышц. Правильное дыхание способствует насыщению органов и тканей кислородом, улучшает циркуляцию крови. Организм постоянно находится в тонусе. Воспитывает ловкость, быстроту. Все качества, которые присущи лучшим атлетам мира. И вообще легкие атлеты самые лучшие, самые быстрые. За давностью лет уже невозможно установить, кто и когда назвал легкую атлетику королевой спорта. Но оно любопытно, что за многие десятилетия никто не усомнился в законности этого громкого титула. Не так давно Рязанская сборная по джиу-джитсу выиграла командное первенство России. Такого успеха удалось добиться нашим спортсменам и благодаря опытным тренерам. Сегодня в программе мы расскажем о заслуженном тренере Александре Николаевичу Кудинове, который готовит не только борцов, но и работников правоохранительных органов. В борцовском зале Центра профессиональной переподготовки полицейских, как всегда, многолюдно. Тренер-инструктор Александр Кудинов проводит занятия под зюдо с юными борцами. По его словам, этот вид единоборств – отличная база для дальнейшего развития спортсмена. Вплоть до середины прошлого года, когда на базе рязанского филиала Московского университета МВД России был образован факультет профессиональной подготовки сотрудников, Александр Николаевич знакомил рязанских сотрудников правоохранительных органов с приемами ближнего боя. Сейчас же он занимается в основном с офицерами ведомства. У нас взрослые занимаются рукопашным боем, боевые самбо и джиу-джитсу, прикладные виды спорта для правоохранительных органов. Каждый сотрудник должен иметь, владеть этими приемами самообороны, болевые, удушающие приемы, броски, ударная техника. Каждый сотрудник обязан нас, каждому сотруднику в год, в каждый квартал принимаются зачеты по боевым приемам борьбы. Они должны знать эти приемы. Помимо взрослых спортсменов, Александр Кудинов с радостью занимается и с начинающими борцами. По его мнению, ребята могут начать ходить в спортивную секцию уже с раннего возраста. Многие клубы имеют такую возможность, принимают детей с 4 лет. Они борьбой не занимаются, они занимаются акробатикой, гимнастикой, тянутых, подготовленные упражнения, самостраховки. Они с 4 до 6 лет занимаются до 7, а с 7 лет они отдают тренеру по самбо, по джиу-джитсу, все равно. И потом уже идут спецприемы, болевые приемы, броски, удушающие, ударная техника ставится. В начале база дается, а потом я уже смотрю, у кого как получается, у кого джиу-джитсу получается, у кого боевой самбо получается. Кто дальше пойдет, может, по джиу-джитсу, по самбо, по спортивному разделу. Это от каждого спортсмена зависит. Большим успехом, которому приложил свою руку и Александр Кудинов, стало выступление рязанской сборной команды по джиу-джитсу на всероссийском первенстве, прошедшем в Рязани. Рязанской федерации джиу-джитсу 10 лет. И вот мы как бы к этому празднику сделали себе праздник, первый раз выиграли первенство России. Вот как вы оцените результаты? Результат хороший, на высоком уровне у нас. Это первенство России не просто проходило, это проходил отбор на первенство Европы, которое будет в Швеции, город Лунд. Вот, и у нас туда отобралось 8 человек. Это нормальный результат. Рязанцы. Да, именно рязанцы, да. На вопрос о хобби Александр Николаевич отвечает, что свободного времени у него совсем не остается, ведь помимо тренировок он является судьей по пяти видам спортивных единоборств. Что ж, остается надеяться, что под руководством Александра Кудинова на смену нынешним борцам придут не менее мастеровитые спортсмены. И на этом на сегодня все. Все вам самого наилучшего и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА